Партнер рубрики «Страховая группа ПЗУ в Украине». Здравствуйте! Мы часто слышим такое выражение – дети – цветы жизни. Но с точки зрения экипажа нужно все-таки определить, как эти цветы будут украшать салон вашего автомобиля. Но не имея опыта материнства, могу с вами поделиться лишь наблюдениями и мнением экспертов. Свойственная многим детям гиперактивность приводит к тому, что они могут внезапно оказаться на линии зрения водителя и перекрыть обзор. Но это еще цветочки. Что за кнопочка, как это работает или ой – лавина таких фраз может вас вывести из себя. Хуже только, когда ребенок действует молча. Неприятно, если на ходу выяснится, что у вас включены дворники, аварийка, открыт багажник, ключок бензобака или съезжает панорамная крыша. Поэтому, если во время стоянки у детишек было время на неконтролируемое общение с оборудованием салона, проверьте, не успели ли они все починить. Внимание, пальцы – это одна из самых важных и нужных команд для молодых родителей. Помните, ваш малыш любознателен и хочет познавать мир. Все потрогать, пощупать своими маленькими пальчиками. И дабы их не прищемить, перед тем, как закрываете бардачки, двери, багажники и разные защелки, скажите ему это. Дабы не отбить желание познавать мир. В машине, особенно в дальней поездке, ребенка нужно покормить. Поэтому будьте готовы, что шоколад, конфеты, соки и прочие напитки с большей долей вероятности окажутся на обивке сидений. Перед поездкой погрузите в машину плед, салфетки и бумажные полотенца. Также в пути пригодится автомобильный термос-непроливайка или детская чашка-поилка. Конечно, самых маленьких лучше как можно реже возить в авто. Но как минимум путь из роддома до дома все равно предстоит. Самый опасный способ перевозки младенца – на руках. На скорости 50 км в час вес малыша увеличивается в 30 раз. Вы хоть раз пробовали удержать 120 кг? Это практически невозможно. Во время движения ребенок должен лежать. Угол наклона 10 градусов, не больше. Тогда нагрузка на позвоночник малыша минимальна. Дело в том, что у новорожденных голова по отношению к туловищу очень велика. Поэтому любой кивок головой при движении может сломать шейные позвонки. Именно потому кресла 0+, должны закрепляться не по ходу, а лицом назад. При этом подушку безопасности следует отключить. Эксперты по страхованию не менее обеспокоены безопасностью подрастающего поколения. Все вы знаете, все заметили, что дети не боятся реальной опасности. Потому что они ее не осознают. Они не понимают до конца всю опасность дороги. Поэтому это менее защищенная категория людей. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что дети выбегают на дорогу за мячиком, за какой-то игрушкой, не понимая, что водитель просто-напросто может не увидеть, не успеть затормозить и так далее. То есть они не осознают этой опасности. Конечно же, каждый родитель задумывается о том, как защитить своего ребенка. Безусловно, страховой полис не может предотвратить какое-либо происшествие, но может помочь ликвидировать последствия. Есть страхование от несчастного случая детей, которое предполагает выплату страхового возмещения потом, после того, как страховое событие наступило. А также есть еще продукт ДМС при ДТП. Этот продукт позволяет оказать помощь ребенку в момент наступления события и потом еще произвести дополнительную выплату. Именно таким образом мы предлагаем родителям защитить своих детей на дороге от различных неприятностей. Ну и, безусловно, самое главное, что может сделать родитель для своего ребенка, это показать пример, правильный и хороший пример, как следует себя вести на дороге. Безусловно, родители должны позаботиться о том, чтобы ребенок был в безопасности, был пристегнут, находился в автокресле. Но страховая защита будет распространяться на этого ребенка, независимо от того, находился он в автокресле или нет. Ежедневно перед работой Олег завозит дочь в садик. Говорит, что самая сложная задача не усадить в кресло маленькую Карину, а уговорить не вставать с него. Каждый ребенок не поседа, поэтому для того, чтобы она сидела в кресле, нужно, конечно, терпение и желание научить ребенка сидеть в кресле. Не с первого раза это удается. Конечно, ребенок их нычит иногда, особенно, когда стоим в пробках. Мне надоело сидеть, но все равно мы просим это делать, и, собственно, это безопасность. Еще одно эффективное и успокоительное – отвлечь ребенка от шалости к каким-то занятиям. Разговором, играми или просмотром в машине любимых мультиков или фильмов. Если вам досталось автокресло по наследству, считайте, вам уже повезло. Потому что от нуля месяцев, то есть от рождения до 12 лет, вам придется не раз его поменять. Казалось бы, проще простого. Заходишь на сайт, выбираешь нужное тебе кресло по весу, по росту, по размеру. Но тут с сегодняшним курсом можно столкнуться с такой проблемой – цена. С каждым днем она все больше и больше. Поэтому самым лучшим подсказчиком в этом вопросе станет, конечно же, ваш кошелек и сумма, которой вы располагаете. И, конечно же, эксперт-консультант по продажам автокресел. Берегите себя, своих близких и, конечно же, маленьких пассажиров. До новых встреч!